Так смогут ли ясновидящие пройти это испытание? Поймут ли, кому сегодня предстоит задуть свечки на торте и загадать желание? Популярна и одна из самых рейтинговых федеральных программ «Битва экстрасенсов». В эфир телеканала ТНТ вышла новая серия. Магам предстояла задача определить, у кого сегодня день рождения. Среди шести добровольцев выступала Виктория Латарцева, девушка из Березняков. Это не день рождения. День смерти. Двухэтажное, такое, вытянутое здание. И тебя в машине везут. Ты уже туннель прошла уже. Ты с Богом встретилась. И правда, Виктория рассказала, что 8 лет назад она попала в аварию. А двухэтажное здание – это больница. У героини нашего сюжета до сих пор частичная амнезия. И слова экстрасенса тронули девушку до глубины души. 8 лет назад она воскресла. Витя, 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 Витя. И хорошо, что ушел. Моего мужа Витя зовут. Она прям имя назвала. Как так вообще? Ну не может человек знать даже имена какие-то. Мэри, Мэрилин Киро. Она называла все имена из моей жизни вообще. Даже вплоть до того, что имя первой любимой мамы даже назвала. Как она могла это знать? Я же это вообще ничего не озвучивала, не говорила. Сегодня Виктория приехала в Березники со съемок передачи и ответила на главный вопрос всех телезрителей. Конечно, настоящий. Я сейчас могу на всю страну сказать, что это не шоу, это не подстава. Там нет сценариев, нет подготовки вообще никакой. То есть мы даже друг друга не знали до съемок. Мы не знали, в чем суть будет испытания. Особенно приятно для Виктории верить в чудеса магии после слов экстрасенсов, что ее жизнь в скором времени изменится в лучшую сторону. Таких же изменений для всех телезрителей желают Екатерина Федорова и Александр Зибзеев. Новости на Тенте. Так что либо они, либо мы. Вот так вот, брат. Десять лет назад в Крамадонском ущелье погиб замечательный актер Сергей Бодров. По отзывам коллег по цеху, человек простой, спокойный, добрый. После выхода фильма «Брат» Сергей для многих россиян стал как будто бы действительно родным братом. Так его любили. Однако вселенская любовь не помогла найти тело кумира. После того, как в Крамадонском ущелье сошел ледник, съемочная группа Сергея Бодрова перестала выходить на связь. Казалось, тем самым братом беды случиться не могло. Звезды не ездят в метро и не попадают под ледяные лавины. Страдать, болеть и даже умирать они могут только на экране, но не в жизни. Мрачный Крамадон хранит свои тайны до сих пор. В Москве мы встретились с победителем битвы экстрасенсов Мехди, чтобы приблизиться к разгадке этой истории. Имя. Мехди Ибрагиме Вафа. Победитель битвы экстрасенсов и ясновидящий. Способности. Мехди рассказывает, что дар обнаружила мама. Уже в 6 лет он был способен забирать от людей негатив. Деятельность. Уже 2 года не ведет приемы, завязал с экстрасенсорикой. Занимается музыкой, рисует картины и пишет книги. На встречу с экстрасенсом мы пригласили Ирину Салтыкову, которая исполнила одну из главных ролей в картине «Брат 2». Еще часа на 3, на 4. Думала, раньше закончил. Режиссер, видишь? Слушай, давайте о дом подождем. Обсудить трагедию Сергея Бодрова Мехди уже предлагали несколько телеканалов. Но только нам он согласился ответить на все вопросы. Они почувствовали сильный холод, но они не обращали внимания. После этого они слышали крик. Горы. Очень сильный звук. Громкий звук. Это как крик, левильный крик. И они не смогли ничего сделать. Просто смотрели и все. Мехди чувствует, все произошло буквально за 10 секунд. И уже 10 лет подряд никто не знает, почему погибли все эти люди. О том, что там лавина, опасное место, они все прекрасно и знали. Вот некрасиво, так и сказать. Душа горит. Забирает человеческую жизнь. Это тайна, это загадка. Были у них и знаки от того, что какие-то предупреждения. Около 5-6 человек вообще болели. Не хотели поехать. У них была озноб температуры. Все техники, которые они хотели сделать, для съемки. И они с утра слишком здоровы. Вообще они не работали. Это похоже как на тавушка. Это ущелье, как магнит. Я считаю, что если даже они в другое время туда поехали, это бы случилось. Потому что великие люди, великие актеры, у них судьба предназначена свеча. Он быстро, рано ушел для того, чтобы стать вечным на память каждого из нас. Мехди и Брагими Вафы организаторы битвы экстрасенсов называют одним из сильнейших поисковиков. В нашей программе иранский ясновидящий согласился назвать место, где искать тела съемочной группы. Могу вам сказать, что если кому-то интересно искать пропавших телах, они около берега. Ну, конечно, там очень много лда, много камней, но там, около берега, можно их искать. Несмотря на все подробности, о которых говорит экстрасенс, певица Ирина Салтыкова не верит Мехди и лично хочет убедиться в его силе. А вот я вообще не верю экстрасенсам. Спасибо, это очень хорошо. Вот, и для того, чтобы я вам поверила, скажите мне что-нибудь про меня. То, что я не знаю или вы не знаете. Ну, короче. Знаете, когда люди известны, у каждого есть секреты. А если сказать то, что все знают, практически про вас все узнают. Это очень легко написать в интернете, и много информации будет. А то, что сказать лично про вас, это лично ваша жизнь. Ну, если хотите, я скажу. Говорите. Не боитесь? Нет. Отлично. И значит, действительно хотите проверить. Вот то, что я чувствую на левой руке, это страх. А то, что на правой, это связано с низким иммунитетом. Это связано с... Вам не помешало бы защиту. Что сделать? Защиту поставить. От кого? От завистника. А ты, кто завидует? У меня стоит. Я их кущу. Это очень хорошо. Я когда что-то села и подумала, сколько же у меня завистников. За что? Почему? Надо всем сказать, не завидуйте. Главный разоблачитель шарлатанов Сергей Сафронов готов дать совет всем, кто решится пойти на прием к экстрасенсу. Нельзя цепляться за общие фразы. Нужно... Вот у нас есть экстрасенс, который говорит, я не вижу. Он говорит, я не вижу прошлого. Я вижу будущее. Бог мне дал будущее, дар вижу. Прошлое нет. Не, ну, знаете, что будущее я вижу. Будущее вы видите, он видит. Я, кстати, думаю, принять участие уже как экстрасенс в следующей битве. Недавно даже думал так вот. Центр ясновидящего Сергея Сафронова. А мигди и враги Мебафы, оставившие экстрасенсорику, и вовсе советуют не верить в экстрасенсов. Человек должен в жизни верить в себя. Сердцем верит в Бога. Верит в чудеса. Любит все окружающее. Тогда жизнь будет красивой. Зачем верить кого-то? Когда в 2007 году на экране телевизора вышел первый сезон, в силу своей глупости и молодости, я, признаюсь, тоже верил в эту чушь. Но сейчас, конечно же, это не так. И меня, если честно, удивило, что у этой передачи после стольких сезонов до сих пор большие рейтинги и достаточно большая аудитория. Ну, перейдем к обзору этой передачи и ее разоблачению. Это, чтобы вы понимали, если кто не в курсе, то «Битва экстрасенсов» не только российское телешоу, и более того, оно, конечно же, как и 99% передач, придумано не странами СНГ, а просто ими скопировано. И что удивительно, каждый сезон, в каждой стране обязательно находятся 3-4 сильных экстрасенса с интересной биографией и образом. Ну, спишем это на совпадение. Первое, как по мне, главное. Всем известно о существующем фонде Джеймса Рэнди. Это известный иллюзионист и научный скептик, который готов заплатить 1 миллион долларов тому, кто продемонстрирует какие-либо паранормальные способности. Созданный 20 лет назад фонд так и не нашел своего победителя, несмотря на сотни желающих ежегодно. Совпадение? Ну, а как иначе? Можно списать оно на то, что настоящему целителю или ясновидящему не нужны деньги, а не просто готовы помогать нуждающимся людям. И это прекрасно. Но ни один из участников битвы экстрасенсов к таковым не относится. Вы, возможно, не поверите, хотя куда вы денетесь, вы сами можете сейчас проверить. В общем, я вводил имя любого приходящего новым участника битвы экстрасенсов. Это были Аза Петренко, Роман Фат, Александр Литвин, Мерлин Киро и так далее. И абсолютно у каждого есть свой официальный сайт, на котором предлагают консультации всех видов. Определенные услуги, например, снятие безбрачия или помощь в бизнесе. А также семинары, естественно, не бесплатные. Некоторые еще торгуют всякими амулетами и оберегами. Правда, на сайте мало кто указывает цену, но если вы захватите записаться на прием, то позвоните и вам ее озвучат. Но я недолго искал, чтобы найти мошенника, который умудрился написать ценник прямо на главной странице своего сайта. Им стал Эрик Садыков, финалист пятого сезона. Двенадцать тысяч за психологическую помощь, не более. Так вот, если все эти люди не нуждаются в деньгах и поэтому еще не выиграли тот миллион долларов, то зачем они берут такие крупные суммы с обычных людей, в которых наверняка в семье случилось боря или просто что-то не получается или не клеится? Каким нужно быть мудаком, чтобы так поступать? Ладно, чтобы не материться, впредь буду слово мудак заменять на Эрик, ведь все равно это синоним. Пиар. Как же без него, ведь это не более чем шоу. На него приходят актеры, которые до битвы снимались уже в разных передачах, будь то «Званный ужин» или «Дом 2». Ну ладно, как этот участник сразу проваливается и вылетает, как это сделал Винцеслав из «Дома 2». Но есть же такие персонажи, как Сергей Пахомов. Нет, вы не подумайте, я очень хорошо к нему отношусь и считаю «Зеленый слоник» достойным фильмом, где Пахом, как по мне, раскрывается как выдающийся актер, но то, что он оказался экстрасенсом, еще и историк эксцентричным, а главное, в это верят зрители, это уже переходит все границы. Сергей, скажите, а как вы решили стать участником битвы экстрасенсов? Завтра в 8 вечера, смотрите. А как вы решили стать? Или вы там будете? Очень важно, потому что, как тебе сказать, есть очень важный момент, очень важный. Потому что художественная жизнь, она такая вот, как бы, какие-то маленькие-маленькие холмики. При этом есть некое обоснование, да? Вот это вот медийный миф, да? Вот «Ворхол, община Америка», что-то такое. Я понял, чтобы стать художником, надо стать тиражным по максимуму. Вот и все, только поэтому. Потому что я выбрал передачу, которая максимально популярна. 10 миллионов. Кстати говоря, Пахом ведь не первый, да и наверняка не последний, кто, будучи медийной личностью, уявился туда и стал выигрывать. Ведь был еще Кадони, который является сейчас ведущим в «Доме-2», а когда-то был участником и довольно-таки неплохим на битве экстрасенсов. Про это как-то уже все забыли. Но не только актеры могут являться участниками. Также они могут являться и потерпевшими, обратившись за помощью к экстрасенсам. Вот, например, оцените это видео, где Даша Задохина, то несчастная, попавшая в аварию девушка, то не поманка в передаче «Секс анфиса Чеховой», правда, уже с другим именем, Алина. Если кто-то сомневается, что это действительно она, то взгляните ее на шею, и вы все поймете. Были ляпы и в самой передаче «Битва экстрасенсов». Вот, например, посмотрите это видео, где экстрасенс говорит, а закадровый голос подтверждает, что разница между смертью 12 лет. Хотя на самом деле мы видим, что там 13. В общем, я вам показал вкратце, что всяким Эрикам из этого шоу верить все же не стоит. Я не знаю, может действительно есть люди, которые обладают какими-то высшими способностями за гранью человеческого понимания. Но поверьте, вряд ли они придут на это шоу, а потом будут создавать сайт и за деньги помогать несчастным людям. С вами был Анмаски ТВ, увидимся в следующем видео. Битва экстрасенсов. С тех пор прошло почти 9 лет, и за плечами телеканала ТНТ уже 16 сезонов этой самой битвы. Несмотря на то, что в мире нет еще ни одного документально подтвержденного факта экстрасенсорных способностей, миллионы людей верят в происходящее на экранах. Они убеждены, что на шоу действительно настоящие маги, чародеи, шаманы, друиды, ведьмы, некроманты, люди с третьим глазом и раскрытыми чакрами, колдуны и прочие герои Варкрафта. Некоторые люди просто, блядь, тупые. И хотя это не является стопроцентным доказательством того, что в мире нет ни одного человека, который обладает способностями видеть прошлое, вообще все видят прошлое, потому что оно, блядь, прошло. Или еще какими-нибудь скиллами, вроде переселения в птичку. Курлык, курлык! В общем, это мало кого волнует. Люди верят, и все тут. Так давайте попробуем разобраться, есть ли на битве настоящие Люди Икс? И что это вообще за передача такая? Поехали! Пожалуй, стоит начать с того, что уже много лет существует фонд Джеймс Рэнди, который обещает миллион долларов за доказательство суперспособностей. И с недавнего времени премия Гарри Гудини существует в России, которая обещает за то же самое миллион рублей! Пока что. У этих субъектов есть специальные тесты, и проверка кандидатов проходит согласно правилам и надзорам, которые обойти очень-очень тяжело или даже невозможно. Проверка состоит из нескольких этапов, но пока что ни один из кандидатов не прошел даже первый. И, конечно же, я не могу не высказаться о нескольких весьма спорных моментах, где все эти колдуны противоречат друг другу. Некоторые говорят про то, что Многие призывают мертвых с определенного помещения или точки, но если подумать логически, то почти в каждой точке планеты погибло очень много людей. Ведь человек существует очень давно. Нас было десятки миллиардов. Так почему же всегда появляется нужный дух, а не какой-нибудь австралопитек, который тут охотился на саблезубого тигра. Многие приходят на шоу с формулировкой типа «Я управляю водой», «Я повелитель металла», но мы так и ни разу не увидели реального управления любой субстанцией. Часто используется метод Барнума. Это такие вещи, которые можно сказать про большую часть населения. Ну, например, вы работаете в коллективе, вам разбивали сердце, у вас было плохое отношение с родителями в детстве, вы умнее, чем хотите казаться, вы лидер по натуре и так далее. Это те же самые гороскопы. Оно многих, конечно, удивляет. «Да откуда он это может все знать?» думают люди, хотя по факту чародеи просто предполагают. А теперь представьте, что в толпе стоит 10 человек, и я говорю о них вышесказанное. И с очень высокой степенью вероятности некоторые скажут, что эти слова именно о них. Зачастую шаманы делают утверждения, которые невозможно проверить, доказать или опровергнуть. Эти утверждения рассчитаны на глупых людей и отчаявшихся, которые и являются их аудиторией. Ну, вы все знаете эти выражения. «Я прожил 150 жизней». «Я не сплю, я гуляю в Австралии». «Я вижу энергию, чакры, ауру и сумрачный мир». Ну, и так далее. Представьте, что у вас пропал ребенок. И никто не может помочь. В таких ситуациях человек хватается за любые ниточки, и одна из них – это экстрасенсы, которые будут врать вам с три короба, лишь бы заработать немного денег на вашем горе. Именно горе и отчаяние являются двигателем этой огромной машины обмана. Для кого-то это проблема со здоровьем, для некоторых – потери близкого человека или несчастная любовь. А кто-то просто тупой и хочет знать будущее. Чем больше людей страдает, тем богаче становится эта индустрия, если ее можно так назвать. Отличным примером служит то, что после развала СССР начался невероятный рост спроса на все сверхъестественное. Они заряжали воду, лечили камни в почках энергетическими волнами, грыжи танцами и прочая чепуха. И все это приравнивалось к народной медицине. У людей было много горя. Медицины нормальной не было, еды было мало, везде проблемы, вот оно и расцветало. Задумайтесь, если бы человек был хорошим, честным и добрым, обманывал бы он вас, чтобы получить денег? Готовы ли вы сказать незнакомой женщине, что ее сын все еще жив, он не погиб на войне, а едет домой? Нормально ли, с моральной точки зрения, давать людям такие надежды? Честно ли лечить человека от цирроза печени какими-то амулетами или тотемами? Есть много случаев, когда доверчивые люди при острых болях ходили к народным целителям за травами, а через пару дней умирали от того, что у них аппендицит лопнул. Конечно же, все это очень плохо. Курлык! Курлык! Ну что же, давайте приступим к объекту нашей беседы, а именно к передаче «Битвы экстрасенсов» и, пожалуй, самого яркого ее персонажа Джулии Ванг. Победительница 15 сезона Великой Эпической Битвы Колдунов. У нее есть паблик ВКонтакте, где Джулия отвечает на вопросы и для меня был интересен только один. В чем, видите, смысл жизни? У меня иные ценности, смыслы и цели. Они кардинально отличаются от человеческих. Ну, конечно же, денежки и слава нашу героиню не интересуют, особенно когда она продает куколок по 30 тысяч. Если мне такое приснится, я проснусь с мокрым матрасом. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? И духи по 17 тысяч. Видимо, они отгоняют нечисть. Ну, тогда ведь логичнее использовать чеснок, особенно когда она снимается в кино или выкладывает фотографии в Инстаграм. Вот это поворот! О да, может для вас-то будет шок, но до сражения в эпической битве Джулия снималась в фильме «Дневной дозор» и сериале «Бальзаковский возраст» или «Все мужчины с во». То есть она актриса. И актерское мастерство это одна из самых главных способностей, помогающих экстрасенсу быть финансово успешным. До работы в кино Джулия работала парикмахером. Ну, знаете, парикмахером. Делала прически, там укладки, стригла бороды. Короче, парикмахером. Также Джулия работала фотомоделью и снималась в клипах. Ее настоящее имя Юлия Владимировна Гаврикова уроженка Латвии родилась 20 октября 1980 года. Среди ее высказываний есть также такие фразы «Я дочь Люцифера, я не человек». «Я дочь Люцифера» это очень интересное утверждение. Ведь если верить сериалу «Сверхъестественное» а че такого, имею право. Шучу, шучу. Давайте возьмем за источник легенды о Боге. Люцифер это сын Бога, Архангел. Если он сын Бога, а она, соответственно, дочь сына Бога, то получается, что она прямая внучка Бога. Интересно, прямая внучка Бога полуголая в клипах снимается, людей стрижет, селфи в Инстаграм выкладывает. И если она прямой потомок Бога, то нахрена ей карты второе и нафиг думать, прежде чем ответить. Ведь по сути она вообще на Марсе может жить. Лекарства от рака изобрести там. Но нет. Юлия Гаврикова утверждает, что ее настоящая жизнь по счету уже 150-я. Если прикинуть, что она жила по 50 лет в каждом воплощении, то возраст ее чакр, или как правильно говорить, 750 лет. То есть она родилась примерно в 1200-1300 году. Те данные уже могли бы быть задокументированы и найти хотя бы части из 150 человек было бы хоть и сложно, но все же реально. Так почему же нашей Юлии не найти парочку могил или не рассказать о реальных фактах каких-нибудь исторических событий? Ну, наверное, просто ей неинтересно все мирское. У нее другие приоритеты. Ёленька изгоняет из людей бесов. Но ведь она дочь самого главного беса. Эй, логика, иди-ка ты нахуй, бесполезная ты сучка. Я не человек. Тоже весьма интересное высказывание. Вроде выглядит как человек. Родилась от мамы и папы. Даже в школе училась. Людей стригла. Руки, ноги, голова, сиськи. Обычная женщина. Кушает, писает, слышит и говорит. Ведет аккаунты на ютюбе, в инстаграме, вконтакте. Ничего нечеловеческого нет. А один из ее предыдущих партнеров утверждает, что Юленька была беременна. Ну, или говорила об этом, чтобы удержать молодого человека. Получилось здесь там года четыре и что-то там изменилось. Потому что люди становятся возможными когда в них бьет молния или что-то в этом духе. Ну и книжечку написала. Думается мне, что у прямого потомка бога эта книга должна быть раскуплена миллиардным тиражом. Но что-то пошло не так. В своем паблике Юля говорит, что кушает в основном печень, а вот в интервью уже и про варенье рассказывает. Я достаточно частый флаг пошел шуток люблю варенье. Но в целом наша Юленька в любом случае далеко не самый глупый человек. И кстати говоря довольно привлекательная женщина. Надеемся все у нее будет хорошо. А по поводу самой битвы экстрасенсов можно сказать следующее. Это в первую очередь шоу, где есть сценаристы, продюсеры, режиссеры, операторы. Где нужно они добавят эпическую музычку, где нужно вырежут кадр или вообще поменяют их местами. Все люди участвующие в этом шоу конечно же подписывают контракт и договор о неразглашении. А чего бояться продюсерам если они показывают правду? Это развлечение. Это бизнес. И за свои рейтинги люди зарабатывающие на этом деньги перегрызут глотки любому. Они не только пахома туда притащат. Если будет нужно найдут человека похожего на Гитлера или Иисуса и скажут что он восстал из мертвых а вы так и будете смотреть. Очень жаль что эта индустрия такая огромная и что она зарабатывает деньги благодаря миллионам людей ежегодно. У миллионов отчаявшихся или просто глупых людей кормя их обещаниями приветами от умерших или пропавших родственников или предложениями вылечить серьезную болезнь верьте только в то что осязаемо и проверяемо спасибо за просмотр оставайтесь на линии сейчас вам нужно будет подписаться на канал и поставить лайк до встречи